Только ранним утром в этом парке тихо. В 2018 году в селе Татарское Каргала по программе «Комфортная городская среда» было создано новое общественное пространство. Многофункциональный парк сразу стал самым популярным местом отдыха у жителей. А сегодня уже по другой программе, комплексное развитие сельских территорий, парк приобретет красивый современный спуск. И это не точка в благоустройстве, а только запятая. Поселок большой, почти 5 тысяч жителей. Но это явилось точкой притяжения. Соответственно, теперь появилась необходимость работать дальше. Причем видно, что дело здесь с умом, что подготовили практически. Уже еще есть пространство для дальнейшего развития. Учитывая, как сделали раньше, делают сегодня и думают о завтра. А этот клуб в селе Белоусовка Сокмарского района – результат реализации нацпроекта «Культура». После реконструкции внутреннее содержание сельского клуба не будет уступать городским. И вопрос, нужно ли вкладывать серьезные средства в маленькие села, отпадает сам собой. Такие точки, они в каждом населенном пункте, если уж делать, то их надо делать так, чтобы они соответствовали всем стандартам, не отличались ни от каких ни городских, ни районных. Поэтому это как раз и подразумевает и цель национальной проекта «Культура». В рамках рабочей поездки по Центральным районам области председатель Законодательного собрания Сергей Грачев особое внимание уделяет готовности школ к 1 сентября. В этом году произошло резкое увеличение цен на стройматериалы. В результате смета, утвержденная еще в марте, подрядчик просто не укладывается. Проблема системная, и с ней столкнулись и в Тюльгане. Школу сдадут на месяц позже. Но главное – это безопасность детей. Лучше с 1 октября, но хорошее, чем ждать следующего сезона и постоянно латать дыры. Поэтому в принципе подготовка школ идет в графике в основном за исключением таких моментов. Поэтому я думаю, что сфера образования к 1 сентября будет готова. В начале лета на очередном заседании Законодательного собрания депутаты приняли решение о включении в бюджет дополнительных средств на строительство площадок ГТО, мини-футбольных полей и ремонт крыш в образовательных учреждениях. В Октябрьском и Тюльганском районах работы уже идут полным ходом. Светлана Семенида, Владимир Жидов.